Снежка вместе с его братом нашли на одной из улиц всем теперь известного пригорода, города Донецк. Их состояние, естественно, было не лучшим. Голод, болезни и страх сделали свое дело. Брат Снежка, к сожалению, не прожил и недели. Снежку выпал шанс переехать на постоянное место жительства в Латвию. Спокойное место, где есть больше шансов на выживание и счастливую жизнь. Дорога из Донецка в город Даугапилс была долгой и мучительной. Машина была тесной и неприспособленной. Останавливаться практически было нельзя, поэтому кормили животных минимально. Для и без того истощенного Снежка этот путь к выжиланию оказался очень тяжелым. Но его желание жить взяло верх. Порой ему не хватало сил даже на то, чтобы устоять на лапах. Но истощенный и обессиленный он все же добрался. Он все время хотел кушать. Иногда пропадало и это желание. Но тут приходили на помощь лекарства. Помимо гельминтов, лямблей и микроспорей, которые он привез с собой, здесь он перенес еще и ринатрахеев. Ну вот, короче говоря, за этого малыша... Ой, боремся тут уже две недели. То хуже, то лучше. Мы его тоже лямблей восьбе обнаружили. Стали лечить. Он подхватил ринатрахеид. В результате вчера был в очень плохом состоянии. Но сегодня опять покушал. Ждем еще специальное лекарство. Я заказала на базе. Посмотрим. Вот гладится даже начало. Молодец, не сдается. Живет здесь в изоляторе нагревочке. Четыре раза казалось, что он не доживет до следующего дня. Однако он не сдавался. Он прожил в изоляторе целых три месяца. И окончательно вылечившись, сразу попал в новый дом. Еще в изоляторе снежок показал себя, как очень ласковый, игривый и, самое главное, сильный котенок. Поэтому он и смог выбраться из того света и обрести счастье. Субтитры создал DimaTorzok. Дома Торзок. Субтитры создал DimaTorzok. Субтитры создал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»